Всем большой-большой привет! Меня зовут Вика Исаева. Возможно, кто-то знает меня под именем Ева Бергер. Я писатель, журналист, автор кучи книг об NLP, позитивной психологии. Ну и в феврале к этой моей куче книг прибавится ещё одна очень дорогая, очень важная для меня книга о том, как использовать NLP в любви и сексе. То есть о том, как программировать себя и других на то, что тебе, собственно говоря, нужно в любви. Ну, я по своему опыту знаю, что очень многие девушки, женщины задаются вопросом, вечным вопросом, можно ли запрограммировать мужчину на верность. Понимаю, это для нас, для всех актуально. Ну и у меня для вас есть хорошие новости. Да, мужчину можно запрограммировать на верность. Его можно запрограммировать на то, чтобы он перестал изменять. Даже избавника, пикапера, сердцееда, дон-жуана и мачо можно сделать очень даже примерного и верного мужчину. Главное взяться за дело с умом. Ну и вот, собственно говоря, пара советов, что можно предпринять. Первое – это избавьтесь от каши в своей голове. Многие с удовольствием обвиняют в изменах мужчину, ну или даже себя, или другую женщину. Но правда заключается в том, что наша мысль материальна, и мы сами создаём себе все события в жизни, да, которые с нами происходят. Так вот, как часто ты обсуждаешь измены с подругами? Как часто ты кричишь «Все мужики сволочи, они все кобели, все изменяют», да? Как часто ты смотришь реалити про измены или читаешь в книгах об этом и так далее и тому подобное? Словом, тема измен очень часто перемалывается, мусолится и так далее и тому подобное. И в этом нет на самом деле ничего хорошего, потому что таким образом ты просто программируешь себя на это. Ты программируешь себя, и, соответственно, ты будешь себя вести так, что твоему мужчину просто захочется тебе изменить. Потому что ты запрограммировала себя, что кругом одни кобели, одни изменщики, хорошего ждать от них ничего не приходится. Ну, раз не приходится, значит, и не жди, значит, и получай, собственно говоря, да, то, что неосознанно себе заказала. Какой выход, да, это запрограммировать себя на то, что тебе нужно. То есть, если тебе нужна мужская верность, то тогда начинай вести себя соответственно. То есть, обсуждай с подругами верность, а не измены, обсуждай, не знаю, позитивные примеры, ищи. Ведь наверняка в мире есть хоть один мужчина, да, который ты можешь сказать, ох, вот молодец, вот он хранит верность, да, вот завидуй белой завистью его женщине. Ищи такие примеры в жизни, ищи примеры мужской верности, обсуждай их, рассказывай подругам, смотри, читай книги не об изменах, а о верности, да, словом, наполняй свой мир, да, такой информацией, которая должна тебя программировать. И, кстати говоря, очень хороший метод – благодарить своего мужчину за верность. Вот если ты его ни разу не увлечала там в изменах, и у тебя есть основания ему доверять, поблагодари его за это. Он же не обязан тебе хранить верность, он не давал, не надевал там пояс верности, да, и так далее. Это, на самом деле, подвиг, я считаю, учитывая, сколько красивых девушек вокруг для мужчины. Поэтому я считаю, что если мужчина хранит тебе верность, то обязательно надо его за это благодарить, хвалить, ставить другим в пример и так далее. Потому что это круто, это действительно по-мужски. Это первый способ. Второй способ подсказал супер-пупер-трансерфер Вадим Зеланд. Если ты читала его книги, у него есть такая технология фрейлинга, да. Классная технология, проверенная на себе действительно работает, как можно использовать это в изменах и верности. Согласно этой технологии, ты должен отказаться от намерения получить и заменить это намерением дать. Тогда ты получишь, от чего отказалась. То есть всё очень просто. Ты сознательно отказываешься выбивать из своего мужчины верность. Ты отказываешься от этого. Вместо этого ты заменяешь это намерением дать ему верность. То есть не требуя верности от мужчины, просто будь ему верна сама. А в идеале ещё и получай от этого удовольствие. Как только ты перестанешь ждать от мужчины, что вот он поймёт, что ты единственная, это произойдёт. На самом деле так и есть. То есть главное избавиться от лишних ожиданий. Третий способ, ну это чисто НЛПшная фишка, цыганский гипноз. Используются цыгане, может быть на тебе уже тоже это пробовали. Попробуй это на своём мужчине. Цыганский гипноз заключается в том, что нужно задать мужчине три вопроса, на которые он мысленно ответит «да». А четвёртым дать ему установку указания к действию. Например, ты смотришь на него и говоришь, задаёшь три вопроса. Ты мужчина? Ты смотришь на меня? Ты слышишь мой голос? На все эти три вопроса он мысленно или вслух ответит «да». И тогда четвёртым давай установку. Ты будешь хранить мне верность? Кстати, установка может звучать тоже как вопрос, но на самом деле это будет не вопрос уже после этого для мужчины. Но надо попрактиковаться. Цыганский гипноз может не с первого раза получиться, но в принципе это довольно легко и обычно хорошо работает. Кстати, вот ещё важный момент. Если ты поймала мужчину на измене, никогда, никогда в жизни не спрашивай, «Ну почему ты мне изменил?» Как у нас многие девушки любят сыграть в психоаналитика. Да, разобраться в причинах. Потому что когда ты задаёшь вопрос «почему?», он будет в человеке поиск причинно-следственных связей. И таким образом, даже если у человека не было оправдания, и он чувствовал себя виноватым после твоего вопроса «почему?», он найдёт это оправдание причину. «Почему ты мне изменял?» «Да потому, что ты за собой не следишь, ноги не брила с 1985 года, и вот я и изменил». Или «почему?» «Да потому, что ты меня пилишь постоянно». То есть в итоге, если вы спросите «почему?», вы ещё до кучи и виноватой окажетесь, и ничего этим самым не добьётесь. Гораздо более конструктивно и разумно и полезно будет спросить «зачем ты мне изменяешь?» «Какую цель ты преследуешь, занимаясь сексом с другими женщинами?» Если вы спросите «зачем?», вы поймёте его цель, да, вы поймёте, к какому результату он стремится. Тогда обладает информацией, вы сможете ему дать, чего ему не хватает. Потому что многие думают «а, ну понятно, ему там не хватает разнообразия». И вот они начинают рядиться в костюмы женщин-полицейских, женщин-кошек, медсестёр, сексуальных горничных и прочие ассортименты секс-шопа. А причины, по которым... нет, цели, с которыми мужчины изменяют, они очень разные. Поэтому не факт, что ваш мужчина изменил вам или хочет изменять из-за того, что ему не хватает разнообразия или из-за того, что вот вы не пришли в костюме женщины-кошки, он ищет ту, которая придёт. Дело не в этом. У каждого причины и цели свои, поэтому нужно выяснить его цель, цель его измены и, соответственно, дать ему то, чего ему не хватает, то, к чему он стремится. Или вместе обсудить, каким образом вы можете эту цель удовлетворить. Вот. Ну, вкратце примерно так. Надеюсь, вам это хоть немножечко поможет. Так что будьте счастливы в любви, храните друг другу верность. До скорого!